Приветствую вас. Я полагаю, что причина всего происходящего, она заключается в том, что вы как-то вот неверно вообще оцениваете себя, свои желания, то, что вам нужно. И у меня нет ощущения, что вы любите, что первого молодого человека, что второго молодого человека. У меня есть ощущение, что вы нуждаетесь в чем-то и активно это пытаетесь получить от своих мужчин. При этом сами ответственность вы за то, чего хотите, не берете, что и обуславливает наличие у вас проблем. Давайте разберем ваш текст и посмотрим. Итак, я встречалась с парнем 7 лет, пишите вы, по некоторому издешению времени мы с ними расстались, так как начался вынос мозга с обоих сторон, то бишь обоюзно. Смотрите, 7 лет для отношения строго к строго, конечно, достаточно большой. Поскольку вы пишете, что вам 25, то, соответственно, начали призваться вы 18. А мужчина старше вас на 5 лет, соответственно, когда вам было 18, ему было 23. Разница возраста именно в этот период достаточно большая, что говорит о том, что вы в этом мужчине видите что-то для себя очень важное. Это не любовь. Это что-то другое, но не любовь. Совершенно, на мой взгляд, очевидно. Вот. Кроме того, за 7 лет ваши отношения так и не приобрели статус официальных, да, то есть вы не создали семью. И, что самое интересное, что вы пишете, он не хотел семью, а я устал от неразвития событий. То есть вам нужны, 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 нужны развития, нужно развитие событий. Но вам это нужно. Для чего? Зачем? К примеру, если вы хотите семью, то для чего она вам и зачем? Получается, что вы встречались с мужчиной ради семьи? Дальше, значит, в это время мы с ним ни разу не притекались. Писал с предложениями, сами знаете что. Тут у вас как будто какое-то стеснение что-ли. То есть, ну да, мы-то знаем, но вопрос к вам. А почему вы пишете об этом так? Ну, к примеру, предлагает мужчина вам секс. Ну, для взрослых людей это вполне нормальная практика. Практика. Не сказать, что это была, чтобы это была хорошая практика, но нормально. Вот. Я отказалась, так как не на помойке тебя нашла. Это хорошо, но то, как вы это выразились, что не на помойке тебя нашли. Ну, навевает подозрение, что у вас есть проблемы с самооценкой. За это время пока отказывалась от выше написанного предложения, за мной начал ухаживать парень. Барень младше меня на один год, мне двадцать пять. Скажите, какое значение имеет для вас возраст? Парень очень хороший. Что вы подразумеваете под этим, что значит хороший парень? Все равно есть но. Барень любит выяснять отношения, никаких поводов не дает. Заметьте, у вас и первый, и второй мужчина любит выяснять отношения, потому что первый начал вам выносить мозг, второй начал выносить мозг. Такое ощущение, что вы выбираете себе мужчин, который любит выяснять отношения, возможно любит конфликтовать, возможно любит скандалы. Вот это уже сценарий, как у вас дела обстоят в семье. Последнее время начинаю слишком к нему придираться, это не так, это не то, а для чего? Вам никто не будет писать, что вы там стервы или что-то еще, но вы сами почему к нему придираетесь? Что вы хотите? Какой у вас мотив, что мотивирует вас к нему придираться? Недавно была неприятная мне ситуация, сходили на свадьбу, мой парень нынешний стоял и гладил, руки моей новой подруги, стояли заигрывали друг другом еще немного и они начали поцеловаться. Ну, это совершенно непонятно, почему ваш мужчина гладил руки вашей подруги, как вы говорите, то есть как минимум он должен ее знать. Если он ее знает, то это не первая их встреча и соответственно вы наверное были осведомлены о том, в каких они находятся отношения. И если вы пошли на свадьбу, знаете, там будет ваша подруга, то получается, что вы сознательно подвергли себя этому риску. Вопрос только в том, для чего? Если же молодой человек вашей подруги друг друга не знали и они вот так вот себя вели, ну это значит, что может быть действительно действие алкоголем, может быть что-то еще. Когда вы пишете, что заигрывали друг другом, это оценочное осуждение, потому что под заигрыванием каждый понимает что-то свое. Когда вы говорите, что еще немного они начали поцеловаться, это тоже скорее страх, нежели чем отражение реальности. Простите, но это выглядит не слишком убедительно. Но с другой стороны, если это действительно было так, тогда означает, что мужчина явно в отношениях с вами чем-то не удовлетворен и с этим уже нужно работать. Это еще больше меня взбесило. Вот именно, вместо того, чтобы поинтересоваться у мужчины, чего вам не хватает, вы начинаете его обвинять, давить на него и чего-то требовать. Что и демонстрирует нам то, что вы чем-то не удовлетворены и, возможно, именно у вас имеются какие-то страхи. Дальше. Чувствую с одной стороны, что мне нравится, что это значит, то есть в чем проявляется компания, чем нравится, как нравится. Другой какая-то непонятная фигня, это очень бит, не могу сама разобраться, что это. Что это за фигня? Давайте разберем, если вы хотите профессиональной помощи, давайте разберем, что это за фигня. Вас бьет от что? Бьет от вас страх, страх остаться одной. Вероятнее всего. Одна вы боитесь остаться, потому что вам самой собой не комфортно. То есть вы сами себя не принимаете. Вот. Стрягаете что-то сами себе. И это отвешение чего-то вас самой переносится на молодого человека. Парень готов меняться. Ну, опять же, если он готов меняться, это хорошо. Вопрос в том, для чего он готов меняться. Для вас или для себя. Если он готов меняться для себя, это одно, это здорово. Но неизвестно, что из этого выйдет. Если он готов меняться для вас, то очень плохо, потому что это отношение с созависностью. Так. Говорит, что любит меня уже, я не могу им об этом сказать, так как этого не чувствую. Оставляет меня это сказать ему. Вот это тоже не очень хорошо, что надо оставляет это им сказать. Получается, что мужчина также в себе не уверен. Ну, как вы. Я чисто морально не могу, как он мне говорит, хочет жить со мной и т.д. и т.п. Знаете, что, знаю, что скажете раз. Нет, нет. Чувств, зачем мучаешь парня. Знаете ранее, мне очень интересно, почему вы все время пытаетесь предугадать то, что мы вам скажем. Нет. Мы не скажем такого. По крайней мере, я не скажу точно. Мне интересно другое. Вы говорите, что я чисто морально не могу. Ему сказать, что человек что-то. Хорошо. А он знает, он знает о ваших чувствах, которые вы к нему испытываете. Знаете, что вы ему нравитесь, к примеру. Устраивает ли его это или нет? Почему он вас оставляет сказать ему, что вы любите его? Либо он не знает о ваших чувствах, либо он, несмотря на то, что знает, все равно хочет вырвать у вас признание в любви. И это нужно, опять же, ему. И вопрос в том, а вы хотите такого мужчину рядом с тобой иметь, которому нужно вырвать у вас определенные слова? Я не знаю, чего, чего не знаю. И хочу быть с ним, и бывшего забыть не могу. Это не так работает. Если вы не можете забыть бывшего, и хотите быть с ним, значит, вы не любите ни одного другого. А все дело опирается только на ваше желание. То есть и тот, другой мужчина вам что-то дает, определится, что они вам дают, реализовать это самостоятельно. А после уже можно будет принять решение, с кем быть. Может быть вообще будет какой-нибудь третий мужчина. Бывший очень часто мелькает в последнее время, дает о себе знать. Ну, опять же, не совсем понятно, с тем, что он вам и до этого писал, делал предложение. Скорее вы стали его замечать. Бывший парень тоже неплохой, но как так вышло, что все запустили? Нет, это опять же не так работает. Это не так вышло, это вы. Именно вы, аноним, запустили. Что именно запустили? Почему запустили? Ну, не разбираясь, что скорее всего, опять же, по той же причине, что свои желания пытались удовлетворить за его счет. Все родственники в голос говорят, что устанавливают отношения с простым парнем, и я не знаю, что моя частичка не с нынешним парнем. Не знаю, почему так. Ну, опять же, при чем здесь голос ваших родственников? Они к вашей жизни вообще отношения не имеют. Здесь нужно спросить, в каких вы находитесь отношениях с родственниками, насколько они на вас влияют, и насколько вы сепарированы, отделены от них. Это свои 25 лет. Дальше. Что касается частички, то здесь, мне кажется, у вас какие-то не очень верные представления о любви. Надо сказать, что то, что нет частички с молодым человеком, это, вообще говоря, нормально. То есть, эта частичка была, было бы слияние. Вы совершенно не должны полностью принадлежать ему. Другое дело, что вы чувствуете и что вы хотите для молодого человека. Вот у меня такое ощущение, что именно для него вы особо ничего не хотите. Хотите для себя, но не для него. Я запутал закончательно. В чем? Может быть, я однолюбка? Вряд ли. Очень тяжело морально. В чем, опять же? Везде он меречится, представляя его рядом. В общем, от кого представляют? В бывшем 30 лет. Опять же, какой значение для вас имеет возраст? Столько уже месяцев прошло и лет от чувству, что люблю. А что для вас такое любовь? Понимаете? Это, то есть, сложный момент, на самом деле. Но вам нужно отделить свои чувства от своих желаний. То есть то, что вы хотите, это совершенно не то же самое, что за чувства к другому человеку. и тяга к другому человеку, это не то же самое, что любовь. Вот этот я могу вам сказать на данный момент. Более полно можно будет поработать индивидуально и уже тогда разобраться, потому что информации предоставили вы очень мало. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.